Первый в России иглу-отель на Камчатке принял более 50 туристов за две недели своей работы. По словам руководителя этнического иглу-отеля «Горная территория» Виталия Лозо, туристы едут в отель, чтобы там переночевать. Кому необходимо, выдаются грелки с горячей водой. Туристам в ледяном жилище совсем не холодно. Правда, некоторые жалуются на то, что мерзнет нос, потому что не совсем глубоко прячутся в спальник. Иглу-отель находится в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского в долине реки Паратунка у подножия Вилючинского вулкана. Гостевые домики полностью построены из снега и оформлены в национальном стиле северных коренных народов Камчатки. Поселение состоит из двух маленьких и одной большой эскимосских хижин от 3 до 6 метров внутреннего диаметра. Для отдыха и сна в каждом иглу оборудованы спальные системы, рассчитанные на 30-градусный мороз. Температура внутри хижины опускается ниже плюс 3 градусов при любом морозе снаружи. Несмотря на суровые условия проживания, номера в иглу-отеле забронированы на несколько недель вперед. Снежная гостиница будет работать до середины мая. В середине апреля команда исследователей и путешественников из Санкт-Петербурга начинает второй этап уникальной арктической кайт-экспедиции. Команда планирует преодолеть маршрут в 1100 километров от Воркуты до Норильска. Причем передвигаться спортсмены будут на лыжах с кайтом, без внешней помощи и механических транспортных средств. Как рассказал руководитель экспедиции Кирилл Корабельников, идея путешествия по Крайнему Северу на лыжах с кайтами родилась несколько лет назад в связи с повышенным вниманием к исследованию Арктики и Заполярия. Собралась команда единомышленников и разработала маршрут арктической кайт-экспедиции. Программа пересечения Крайнего Севера на кайтах рассчитана на три года. Первый этап по маршруту Мизень на Рейнмар-Воркута протяженностью 950 километров трансарктическая кайт-экспедиция преодолела в апреле 2015 года. Второй этап, который стартует 9 апреля 2016 года, соединит Воркуту и Норильск. Третий и четвертый этапы, запланированные соответственно на 2017 и 2018 годы, предполагают путешествие из Норильска до Уэлена. Все, что необходимо для путешествия, спортсмены берут с собой. Это спальные мешки, палатки, запас пищи, 800 грамм на человека в день и газовые горелки для ее приготовления. По словам путешественников, основные сложности, с которыми сталкивается их экспедиция, это сложный рельеф, отсутствие снега, низкие температуры и различные технические поломки. Федеральное агентство Ростуризм рассчитывает сделать Мурманск центром арктического туризма. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Сергей Коренеев. Уже определены несколько направлений арктического туризма. Первое – это круизы, которые можно развивать по завершении реконструкции Мурманского морского порта. По его словам, одной из главных достопримечательностей российской Арктики стали острова и архипелаги Северного Ледовитого океана. Туры на острова эксклюзивные и дорогостоящие, но несмотря на это количество путешественников за прошедшие 20 лет выросло почти в 10 раз. Самые популярные среди туристов направления – дрейфующий лагерь Борнео и российский поселок Баренцбург на Шпицбергене. По словам Корнеева, арктический туризм пока больше рассчитан на иностранцев, но есть и весьма привлекательный продукт для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. После совещания представителей туриндустрии, которое прошло в Наринмаре в 2015 году, был разработан тур «Чумовые выходные в Арктике». Он стал особенно популярным в дни новогодних праздников. Как отметил Сергей Корнеев, туризм в Арктике не требует такой инфраструктуры, которая должна быть на курортах. Главное, чтобы четко работал сервис. Существующая инфраструктура во многом постсоветская, но если будет устойчивый спрос на продукт, будут и другие предложения, желающие инвестировать туда есть. В России создадут информационную базу конкурентоспособностей туриндустрии. Сейчас над ее созданием работают специалисты Министерств экономического развития, промышленности и торговли и Росстат. Сайт будет носить название gdedешева.rf. Ресурс формируется с целью бесплатного размещения информации о возможностях регионов России в развитии внутреннего и въездного туризма. На сайте можно будет демонстрировать успешные практики предприятий и организаций в деле формирования комфортной туристической среды, продвижения российских туристических продуктов, товаров и услуг в средствах массовой информации. Новый ресурс позволит расширить информационное взаимодействие федеральных и региональных органов управления, учреждений, организаций и предприятий при создании и реализации программы в туристической сфере. Информационная база конкурентоспособности будет представлена в виде презентационного интернет-каталога для внимания федеральных органов власти и зарубежных стран. В Москве состоится фестиваль, посвященный регионам России, в которых можно наблюдать северное сияние. Культурно-просветительский фестиваль «Россия и ее сиятельство» организует специализированный библиотечный фонд «Библиотека путешествий» при поддержке издательского дома «Вокруг света» и Русского географического общества. Фестиваль организован в формате «Tasty the World». Участники смогут испытать максимальное погружение и прикоснуться к природе, культуре и наследию региона. В программе фестиваля познавательно-развлекательная программа для детей и взрослых, мастер-классы, выставки фото и живописных работ, мультимедийные презентации и инсталляции, ярмарка еды и продуктов местных промыслов, лекции от известных путешественников и компаний. Первым регионом, который представят на выставке, будет Кольский полуостров. Сотрудники Центра арктического туризма Ненецкого округа вернулись с 11-й международной туристской выставки «Интурмаркет-2016». Выставка была посвящена основному туристическому тренду – импортозамещение в туризме. Арктические регионы были представлены экспозицией под единым брендом «Арктика. Территория будущего». В коллективный стенд вошли пять субъектов страны – Ненецкий, Малоненецкий и Чукотский автономные округа, Мурманская и Архангельская области. Ненецкий округ на выставке представили сотрудники Центра арктического туризма. На выставке они рассказали о заполярном регионе, услугах и турах Центра арктического туризма. В рамках выставки прошла дегустация продукции северного оленеводства. Наибольшую заинтересованность у посетителей «Интурмаркета» вызвали снегоходные и фототуры, охота за северным сиянием, подледная рыбалка. Также гости выставки интересовались условиями для гастрономического туризма, подводной охотой и охотой на гусей. Кроме того, туроператоры России откликнулись на предложение посетить первый арктический туристский форум в Наринмаре «Доступная Арктика». Наринмар посетила группа путешественников проекта «Дикари». Команда преодолела путь от Самары до Варандея, где установила флаг в честь 50-летия автоваза. На машинах этой российской компании проходят все путешествия дикарей. В Ненецкий округ они приехали на двух внедорожниках «Лада 4х4» и кроссовере «Лада X-Ray». Специально для жителей округа был устроен тест-драйв в центре города на площади Марацей. Помимо тестирования отечественного автомобиля, дикари планируют развивать арктический туризм. Этому была посвящена встреча с руководителем департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Галиной Медведевой и местными предпринимателями. По мнению Петра Груздева, опытного туроператора, зимние арктические туры в НАУ будут популярны. Сегодня увидеть настоящую зиму со снегом и северным сиянием можно только на севере. Ненецкий округ, расположенный в европейской части России, идеальный вариант и относительно недорогой. Стоимость недельного комбинированного тура по Ненецкому округу оценивается от 50 до 100 тысяч рублей. Желающие есть уже сегодня – это туристы из Мексики, Израиля и США. Первые туристические маршруты администрация округа и команда дикарей планируют запустить в начале 2017 года. В Наринмаре стартовал первый международный арктический туристский форум «Доступная Арктика». Организаторы международной встречи – Федеральное агентство по туризму и администрации Ненецкого автономного округа. Форум станет деловой площадкой для обсуждения вопросов новых форм международной кооперации при разработке арктических турпродуктов. Участники рассмотрят возможности создания и модернизации необходимой туристской инфраструктуры, обеспечение благоприятных условий для привлечения инвесторов на условия государственно-частного партнерства и многое другое. Планируется активное обсуждение и разработка проектов и программ развития малого и среднего бизнеса в сфере арктического туризма. На форуме выступят авторитетные российские и зарубежные эксперты, представители власти и бизнеса. В дни работы форума в Наринмаре пройдет ежегодный национальный праздник «Семенхат-Мерита». В программе праздника – состязание по национальным видам спорта среди оленеводов и чумработниц, конкурс национального костюма и гонки на олених упряжках.